приветствую вас дорогие друзья с вами века на подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить ничего интересного по просьбе моих так сказать доверителей девушками записали расклад будущий супруг либо будущему уж хочу показать потому что есть такие просьбы хотят девушки выйти замуж и загадывают мужчин у кого тоже есть там можно просмотреть сейчас кстати присоединиться у кого же есть мужчина а у кого нет можно вот на будущее будущее загнуть такая машина времени карта вторых называю и посмотреть нюансы будущего собирачного союза поведением уже в семье и в отцовские качества хозяйстве незаботливость ну и многие другие моменты и вот давайте я покажу вам подключайтесь кому нужен такой расклад кто хочет посмотреть уже существующего мужчину либо заглянуть в будущее соответственно посмотреть вот либо кому-то нужно будет такой расклад просто посмотреть уже с датами рождения мои контакты под видео есть итак здесь будет 9 позиций первая карта нам покажет что наиболее подходящего супруга по его качества для вас ну либо да либо там для вас либо кто еще мечтает либо кого есть если у кого уже есть можете просто это карту посмотреть по таким параметрам что совпадает ли ваш мужчина с этими параметрами далее его уважение по отношению к вашим родителям вторая карта к вам как он будет относиться к вашим родителям родители это кстати очень важно это очень важно третья карта его хозяйственные способности насколько мы от хозяйственной насколько будет участвовать в уйдении дома либо хозяйство насколько он будет хорошим отцом пятая карта сексуальные его таланты способности как говорится как он будет себя проявлять этом плане далее седьмая сможете вы родить от него здорово хорошего крепкого малыша эта карта тоже вот что покажет посмотрим восьмая карта на измену всегда смотрим обязательно скольнинг изменим друг будет изменять за все что угодно это все карты на это потом объясню не будешь забегать и последняя карта только для тех только для тех у кого есть мужчина стоит ли вообще выходить замуж за этого мужчину так открываем всем карты сейчас я все открою и будем мы сейчас все карты смотреть еще раз вы подключайтесь и мужчины кто хочет у кого есть мужчина у кого еще нет кто визуализирует соответственно можем заглянуть вперед посмотреть кому нужен такой расклад сейчас повторяю можете заказать все контакты меня под видео и так наиболее подходящий для вас супруг легкий тройка кубков чаши легкий легкий на подъем добродушный веселый позитивный с которым говорится не соскучишься и с которым будет хорошее настроение всегда встретиться работой как говорится да и погулять с ним можно сходить и съездить куда-то можно и вообще принципе такая легкая карта обязательно легкий мужчина не за одну незануды и такой да не тяжелый с таким есть ворчун и таким добывают злые легкие мужчины вижу легкого мужчину вас будет легкий хороший насколько уважительно будет относиться вам мужчина терпеливый вижу терпеливый сундук переполнился а уже пентакли падают. Это терпение. Будет уважительно относиться то, что пентакли вы масти. Это фундаментальная масть. То, что уважительно точно. Но будет еще терпеливый, будет терпеть ваш характер. Если какие-то нюансы будут проявляться, будет их терпеть. Однозначно понятно. К родителям. К родителям тоже уважительно будет относиться. Семерка кубков. Тоже чаши. Масть чаш всегда показывает уважительно. Будет подарки дарить, как говорится. Будет уважать. Очень хорошие карты. И, кстати, очень много способов, как он их будет уважать. Понимаете, тут будут проявляться очень многие такие его черты характера. Ну, так же, как подарки. Может будет покупать какие-то путевки. Может приезжать, будет помогать. Очень много у него задумок будет по поводу ваших родителей, чтобы им угодить. Далее. Двухозяйственные способности. Вот здесь точно не сомневаюсь. Это императрица. Императрица – это женщина-хозяйка до мозга костей. Это даже будет, как говорится, и стирать, и гладить, возможно, даже. И такое может быть. И вот лучше мама, как говорится. Лучше вас даже можете приготовить, покушать, и пол помыть, и все что угодно сделать. Хозяйка до мозга костей. Хозяин будет такой. Ну, она хозяйка, императрица считается. Это четвертая карта. Хозяйственные способности априори не обсуждаются. Все прекрасно здесь. Дальше. Насколько будет хорошим отцом? Вы знаете, он уже мечтает сейчас о рождении ребенка. Жезлы летят. У человека уже мысли идут. Он уже готовится к этому. Возможно, читает какую-то литературу. Возможно, на друзей на своих смотрит. Что у друзей там какие-то дети. Но на подкорку уже мотает. Отцом будет хорошим. Отцом будет прекрасным. Вот по поводу сексуальных талантов. Здесь мужчина вот немножко, почему-то я вижу, десятка жезлов. Здесь карта может показывать, что мужчина несет на спине очень много жезлов. Может показывать, что мужчина большой опыт. Сексуальных талантов. Как говорится, у него большой опыт были женщины. Но, честно говоря, подустанет. Он надолго может не хватить. Поэтому здесь нужно... Потому что, знаете, есть мужчины, которые только начинают какой-то жизненный путь, да? С женщинами. А есть, которые уже нажились от всей души. И поэтому тут уже либо семья, как говорится, да? Либо уже вот такое может произойти, что здесь нужно будет к этому подходу очень деликатно подходить. И что-то новое выдумывать, придумывать. Вот поэтому здесь чувство усталости. Возможно, будет много работать. Вот еще что-нибудь вопрос. Будет много работать. Много по хозяйству помогать. И родителям, как говорится, да? Помогать. И терпеть вас. Все что угодно. Поэтому вот эти факторы могут тоже влиять на все это дело. С этим делом надо подумать. Надо подумать. Сможете ли родить здорового мужчину от него? В смысле здорового малыша от него, извините. Королева Жезлов. Я вижу женщину с хорошим здоровьем. И вижу даже девочку. По королеве Жезлов мы будем говорить, что даже не малыш там, не мужчина, не мальчик. А даже будет девочка. Даже могу вот как бы возведать на себя смелость. Вот это как бы сейчас сказать, что будет девочка. Да. Однозначно, да. Огненная такая девочка. Мальчик Жезлов идет. И это будет обязательное условие по этой карте. Потому что королева Жезлов, она такая требовательная. Ребенок, это будет обязательное условие. Что он вам поставит. Почему? Потому что он уже готовится. Ему хочется это обязательное условие родить ребенка. Обязательное слово. Будет ли супруг вам изменять? Король кубков. Куда ему изменять? Это мужчина однолюб. Мужчины кубков, чаша. Вот они, видите, они совпадают здесь. Это однолюб. Любить будет только вас. И будет любить вас постоянно. И даже есть такое подозрение, что, как говорится, будете им управлять. Будет смотреть только на вас. Целовать будет только вас. Любить будет только вас. И будет только около вас находиться. Здесь вот я вижу очень хороший король. Очень хороший король. Ничего плохого сказать не могу. В принципе, вот расклад прекрасно вырисовывается. За исключением только сексуальных способностей. Ну, уездить можно кого угодно. Устают мужчины. Устают. Что теперь делать? Надо что-то придумывать с этим. Ну, это очень такая важная тоже карта. И совет карты. Стоит ли выходить? Это для тех, кто... У кого есть мужчина. Здесь аркан повешенный. Аркан повешенный показывает то, что если вдруг весь этот расклад, весь этот расклад не совпадает, вот вы не хотите этого мужчину, то замуж лучше не нужно выходить. Вы просто пожертвуете. Пожертвуете своей судьбой. Это аркан повешенный. Это жертвенность. Либо еще карта. Это может почему выйти сюда. Может показывать. Она может показывать почему. Потому что, может быть, вам хочется другой тип мужчины. В принципе, если карта не совпадает с вашими... Расклад и карта не совпадает с вашими ожиданиями, то, конечно, вы можете развернуться и в другую сторону. Как говорится, и пойти искать другого мужчину. Вообще не вопрос. В принципе, если вот по этому раскладу, то аркан повешенный – это постоянство. Это просто зависнуть на этом человеке и не отпускать. Эта карта, она такая многогранная, многоликая такая карта. Имеет много значений. Либо мы идем против социума, да? Либо мы зависаем на этом человеке и постоянно с ним будет жить. Будем жить и выходим за него замуж. Если вы не хотите такого мужчину, вы идете против социума и ищете себе другого мужчину. Вот как вы меня поняли на последней карте, я не знаю. Я хотела донести эту мысль до вас, но если вы поняли меня правильно, то дай бог, как говорят, что меня поняли. Вот такой вам расклад я показываю. Это будущий супруг. Здесь, конечно, он визуально мне показан. Но если есть мужчина, если есть мужчина и дата рождения, можно этот расклад сделать конкретно на конкретного человека. Открыть все качества и посмотреть на самом деле будущее, как вы будете себя чувствовать, мужчины, в будущем браке. Вот такой вам расклад, мои дорогие, показала. Буду показывать еще много раскладов. Много интересных раскладов и на тему любви, и на тему отношений. У меня называется мудрость, магия, любовь. Всего доброго, мои дорогие. До связи. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Вика Кана.